Разрешение на строительство жилого квартала было выдано в мае 2014 года. Согласно плану, на участке должны были появиться 53-этажных домов на 1500 квартир. Однако уже через год в ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения. На объекте выросли здания, превышающие допустимую этажность. Постоянно случались аварии, которые лишали целые районы, энерго- и водоснабжения. То и дело возникали ситуации, создающие угрозу жизни и здоровью горожан. В итоге постоянные нарушения градостроительных норм, а также правил ведения строительства и стали основанием для того, чтобы запретить любые работы на объекте. Я так думаю, что это послужит отправной точкой для того, чтобы застройщики внимательно изучили сложившую ситуацию и приняли верный комплекс решений и мер их по реализации для приведения площадки в соответствии с действующим требованиям. Ситуация вокруг Курортного неоднократно разбиралась на заседаниях комиссии по предупреждению ликвидации ЧАЭС. Поступали иски в суд, как от администрации, так, например, и от Сочи-Водоканала. От застройщика неоднократно требовали прекратить все действия, приводящие к системным сбоям. Но компания не предприняла никаких мер, проигнорировав даже решение суда. И сегодня застройщик намерен обращаться в прокуратуру. Те недостатки, на которые нам указаны, из-за которых якобы у нас отзывают разрешение, они относятся к самому процессу строительства, но никак не к выдаче самого разрешения. Что касается дольщиков, то сегодня с жилым кварталом Курортный заключили договора порядка 350 человек. И каждый из них имеет право отстаивать свои интересы, в том числе и в суде. Ровно как и жители тех районов, которые то и дело страдают от действий застройщика. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ